Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин опубликовал новое постановление. Согласно документу, в южной столице ослабили карантинные меры. Теперь к посещению будут открыты многие объекты, чья деятельность ранее была приостановлена. С нами на прямой связи корреспондент из Алматы Ольга Зинченкова. Узнаем, какие требования необходимо соблюдать, чтобы посетить вновь заработавшие общественные места. Ольга. Добрый день, студия. Действительно, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения и дополнения в постановление об ограничительных карантинных мерах. Теперь для алматинцев будут доступны к посещению мечети, церкви, соборы и другие религиозные объекты без проведения коллективных мероприятий. Кроме того, можно будет ходить в горы, правда, группами не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции. Также в Алматы возобновилась деятельность образовательных центров, объектов культуры и движения пригородных поездов. В выходные и праздничные дни остаются ограничения на работу торговых домов, развлекательных центров, салонов красоты, крытых рынков, фитнес-центров, саунс, бассейнов и спа-центров. Не вижу смысла их закрывать. Ну, абсолютно никакого. Сами посудите. Авиарейсы летают у нас за границу, а в торговые центры ходить нельзя. Думаю, вот эти, как бы, определенные ограничения все-таки нужно оставлять, да, то есть именно оставлять людей носить маски, к минимуму. Малый бизнес и средний бизнес нуждаются в потребителях. И смягчение как-то улучшит положение, я считаю. Кроме того, хочу отметить, что теперь цены будут работать по предварительной записи с 9 утра до 8 вечера. А также возвращаются в рабочий режим школы с контингентом от 5 до 180 человек, наполняемостью классов не более 15 человек. На этом у меня все. Продолжаю следить за ходом событий. Студия. Спасибо, Ольга.